Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по душам». С вами студия я, Елена Бубнова, и врач-психотерапевт Алексей Зотов. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, уважаемые телезрители! — Напоминаю нашим телезрителям, у нас прямой эфир. Телефон в студии 202-11-22. Прямой эфир у нас каждый вторник. Звоните, задавайте вопросы, рассказывайте свои истории. Мы, Алексей, готовы откликаться? — Да, мы готовы. Наверное, готовы. Это будет слишком, может быть, так подозрительно и самоуверенно сказать, что мы ко всему готовы. Ну, я надеюсь, что мы сориентированы как-то, чтобы поговорить, откликнуться на какие-то вопросы, которые у вас есть, которые вы нам задаете, которые, по крайней мере, уже прозвучали в студии, различные вопросы. — Я думаю, что те, кто уже к нам звонили, может быть, отчасти озвучили ваш какой-то вопрос, а может быть, ваш вопрос к самим себе, к партнерам, к детям еще не прозвучал. И самое, может быть, время вам самим его озвучить, поднять трубку, набрать наш номер. В общем, как-то попробовать поговорить о том, что вас беспокоит, о том, что вас волнует, или, может быть, просто интересует, не обязательно волнует и беспокоит. В общем, да, мы ждем звонков. — Время нашей программы, оно, к сожалению, ограничено, и когда у нас звонки, мы успеваем переговорить, как-то, да, выяснить некоторые подробности истории. Иногда приходится обсуждение переносить на следующую программу. В прошлой передаче у нас был очень интересный звонок от Елены. Напомню нашим телезрителям, позвонила Елена и поделилась своей историей общением с дочью и подростком. Где дочь, ну, обвиняла, да, или обвиняет маму в том, что как-то ее там воспитывали в детстве, и вот поэтому она сейчас вот в своем этом подростковом возрасте вот такая, какая ей есть. С некоторыми эмоциональными трудностями, как обозначила сама Елена. — Да, и мы решили, повторяю, пока, может быть, вы не зададите другой какой-то вопрос или не присоединитесь, мы решили продолжить эту тему. Я решил продолжить эту тему, потому что, по большому счету, Елена, на мой взгляд, подняла, озвучила целый пул вопросов, целый пласт вопросов, целый куст вопросов, которые касаются не просто, не только детско-родительских отношений, потому что, ну, вообще, по большому счету, трудно в мире, в нашем окружающем человеческом назвать что-то, что не принадлежит детско-родительским отношениям. Это и вопросы ценностей, и вопросы воспитания, это и вопросы развития и так далее. Вот, но возвращаясь, это вот вопрос в том, что, ну, родители так или иначе виноваты или ответственны за то, что, ну, ребенка что-то не получается. И меня, в общем, я не знаю, как вас, кто смотрел, слушал, меня заинтересовал вопрос вот с какой стороны, натолкнул на какую мысль. Я в прошлый раз ее озвучил, в этот раз, может быть, немного хотел бы развить. Ну, Елена говорит об этом как о трудности внутрисемейной, отдельно взятой семьи. Я решил на это немножко пошире посмотреть и подумать, ведь, если открыть, ну, почти любую литературу, касающуюся психологии или психотерапии сейчас, поправьте меня, если в вашей литературе как-то по-другому, если мы откроем ее, то везде будет идея, ну, во-первых, все идет из детства, ну, классическая такая идея. Травмы детства определяют наше нынешнее существование, наше нынешнее здоровье, наше нынешнее счастье, наше нынешнее отношение. То, как формировались отношения в детстве, определяет то, как они сформированы сейчас, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, это идея травматизации, в буквальном смысле таким образом выраженная, детские травмы. Ну, прям можно жирным шрифтом писать под раздел. Идея взаимодействия с родителями, идея так называемого несчастливого детства, травмирующего детства, дисфункционального детства, дисфункциональных семей. Очень много, поэтому мои коллеги, мне кажется, договорились до очень таких далеких вещей. Людей некоторых моделей еще, да, взаимоотношений, когда супруги начинающие переносят свою семейную модель в свою новую семейную жизнь. Ну, в общем, да, вопрос для меня здесь в том, что, с одной стороны, мы, безусловно, можем адресоваться, и стоит это делать к, собственно, человеческой истории, потому что настоящее во многом, я думаю, что не во всем, но во многом берется из каких-то элементов прошлого, ну, конструируется, да. И здесь действительно есть необходимость вот таких археологических раскопок, археологической работы, то есть исследования прошлого отдельного индивида, отдельного человека. Ну, в данном случае, может быть, если мы возвращаемся условно прошлого Елены, да, или прошлого Елены и ее дочери, для того, чтобы выяснить, а что там такое было. И, возможно, возможно, если дочь Елены взрослеет, например, и становится ей, ну, я не знаю, там, 25 лет, и она идет к, ну, проблема продолжает быть острой, или, может быть, не такой острой, но по-прежнему актуальной, условно, дочь Елены идет к психотерапевту. Вполне себе можем представить, да, и психотерапевт, нынешний психотерапевт задает ей вопрос. А какими были, расскажите о вашей семье, о ваших отношениях в детстве с родителями, да, с матерью. И вот, наверное, дочь что-то по этому поводу повествует. То есть, таким образом, специалист предлагает ей вернуться вот это самое прошлое, причем это прошлое, как помнит его эта девушка, да, или эта девочка сейчас, да? Ну да, это вряд ли можно назвать объективной какой-то картиной того, что происходило. Это вот лишь восприятие ребенка, которое было, возможно, переосмыслено уже человеком, взрослеющим и имеющим некий жизненный опыт. Интересный момент, Елен, в том, что мы в человеческой истории, по крайней мере, как мы ее знаем со стороны психотерапии, и вообще с трудом можем употребить слово «объективный опыт». То есть, этот опыт всегда дан субъекту переживаний, ну, то есть, самому человеку. Он положен, я положен в основании своего собственного опыта. Я его таким образом, таким образом вам о нем рассказываю, что, ну, каким он был. Причем, что тоже важно или немаловажно, один и тот же опыт мой, о котором я вам расскажу в 10 лет, в 20 и в 30, это будет, может быть, три разные истории по поводу одного и того же фрагмента детства. И, конечно, человек, претендующий на объективность, я немножко в сторону ухожу, но это важно. Человек, возможно, претендующий на объективность, скажет, а что это вот вы 10 лет назад рассказывали одно, 20 лет рассказывали другое, а сейчас вы мне рассказываете третье. Ну, вот так это происходит, что мы переписываем истории о самих себе в своих собственных головах или в своих собственных архивах и выдаем эти истории. Некоторые переписывают их каждый день. И иногда для коммуникации это является проблемой. Сегодня я рассказываю о том, что я, ну, как Минхаузен, да, может быть, в какой-то степени, да, сегодня я, вчера я делал то-то, то-то, завтра я вам расскажу об этом совсем по-другому. С одной стороны, это проблема, с другой стороны, это очень хороший психотерапевтический ресурс, то есть ресурс, который свидетельствует о том, что те болезненные вещи, которые мы сами о себе носим, могут быть переписаны, ну, в какой-то степени. Этим, например, занимается одно из таких современных направлений психотерапии, предметно занимается, точечно занимается, под названием нарративная психотерапия, да, от слова нарратив, история, то есть где речь идет конкретно о тех историях, которые мы в себе содержим. И поэтому говорить о том, что посмотри, ну, это же было так, это же объективно, вот у меня свидетели, бабушки, дедушки, там еще кто-то, но свидетели здесь малое значение имеют, да. Возвращаясь к истории, да. Поэтому возвращаясь, да. Вот эта идея вины, и я думаю, что Елена такой еще сигнал нам дает родителям и взрослым, она одна из, ну, условно жертв, я не знаю, да, людей. Жертв чего? Вот эта идея, которую мы сами активно, мы, психологи, психотерапевты, психиатры, друг другу передаем, да. Еще раз, идея травматизации детской, идея того, что события внутри семьи, там, в отдаленном детстве, категорическим образом повлияли на то, что я выбираю сейчас, как я выбираю, как я, там, думаю и так далее, да. И, в общем, если я ребенок, и я, если я образованный ребенок, если я читаю эту информацию, то я, очевидно, для себя понимаю, что я в том самом детстве, которое проблемное, которое несчастливое, я могу предъявить какие-то вопросы, претензии своим родителям, вот мне вот этот разворот стал интересным, я его в прошлый раз озвучил, может быть, сейчас развернул еще больше, вот, и, ну, это, конечно, вопрос нам, к самим себе, специалистам, я не знаю, может быть, я поспрашиваю коллег, как они к этому относятся и что они об этом думают, да, почему мы поддерживаем эту идею, и только ли мы эту идею поддерживаем, может быть, еще какие-то идеи. Я просто знаю, что мы уже упоминали, например, того же самого Винникота, да, английского психоаналитика детского, который, как я сейчас думаю, пытался противостоять этой идее, говоря о том, что родители, в общем, неплохих, хотя бы потому, что они родили и до определенного времени дорастили, этого уже достаточно, да, что их не стоит, ну, виной нагружать за, ну, за что-то большее, за то, что, я не знаю, там, какую-то, каких-то дополнительных вещей не сделали, вот. Вот. И вот, ну, какая-то такая идея. Винникот – очень интересный специалист, который разрывал шаблоны, если я не ошибаюсь, это именно он в 17 лет на радио вел передачу о том, как воспитывать детей женским голосом. Да, ну, есть такая история, да, касающаяся как раз СМИ. Ну, так вот, и перед нами вопрос, да, каким образом, может быть, кто-то из слушателей, у вас есть какие-то соображения, зрители, какие-то соображения, может быть, из коллег кто-то позвонит. Как вы выпутываетесь из этой ситуации? Мне она очень интересна. Из какой? Можете вот так подвести итог? Ну, вот я ее озвучил. Ситуация, где дети, подростки возвращают нам ту простую мысль, которую мы на протяжении многих лет предлагаем нашим взрослым клиентам, нашим взрослым пациентам. Что нужно искать в детстве, нужно рассматривать отношения, нужно каким-то образом обсуждать родителей, холодные родители. Я говорю, коллеги некоторые договорились, да, не знаю, там, комплекса мертвой матери, например, да, ну, там, описывая каких-то матерей холодными, себелюбивыми, не дающими тепла. И, в общем, ну, и неизвестно, как с этим быть. Терапевт ли должен стать аналогом матери, да, в терапевтических отношениях. В общем, там много каких-то всяких вопросов. То есть, обозначая родителей определенным образом, мы, ну, наверное, получаем в этом смысле бумеранг, да, когда дети нам, родителям эти истории и приносят. Вот в таком виде. На ваш взгляд, Алексей, родителям стоит признавать обвинение собственных детей? О, у нас звонок. Угу. Здравствуйте. 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 Представьтесь, пожалуйста, как... Здравствуйте. Как вас зовут? Как к вам обращаться можно? Меня зовут Наталья. Угу. Здравствуйте, Наталья. Говорите вы, мы вас слушаем. Да, да, да. Дело в том, что меня вот ваш вопрос тоже очень сильно затронул. Угу. У меня дочь тоже Елена, и тоже часто бывает предъявление о том, что, ну, не так. Я воспитывала, и так что-то делала, а действительно, я не так. Она взрослая женщина. И знает же ведь, наверное, уже, как правильно. И, может быть, стоит прекратить вот эти вот разговоры вести, что так, не так, и обвинять меня. А самой начать воспитывать своего ребенка так, как она считает правильным. Но не забивая чувства ребенка, не обижая его, ну, как-то заботливо. Угу. Скажите, я, может быть, не очень услышал. Ваша дочь обвиняет вас в том, что она сама теперь собственным ребенком не может управиться, потому что что-то у вас с ней было не так? Как звучит вопрос? Да, бывают моменты, когда я выступаю за дночку. Угу. Она мне, как бы, в ответ, это мой ребенок. Я ее буду воспитывать так, как я воспитываю. Но при этом матеря, грубо обращайтесь, ребенку 12 лет. Угу. Знаете, вот питья такого не принимает мое сердце и душа. А вы живете вместе? Да. Хорошо. А если, вот, вы сказали вопрос, вас, ну, как-то задел, затронул, а как вы его для себя формулируете? Ну, на вашем языке как бы он прозвучал? Я хочу, чтобы у детей был мир и понимание, то есть у моей дочки и внучки с тобой. Не хотелось бы быть как-то стрелочником между ними, но я смогу. Квартиру, ну, то есть не можем материальной возможности жить отдельно, чтобы возникать. Но в те моменты, когда я и не бываю рядом, я в душе переживаю все равно. Как там ребенок с маленькой внучкой? Угу. Угу. Не могу сказать, что это сильно часто, но переживает еще моя душа о том, что ребенок, дочь моя, чем-то, что-то у нее складывается в жизни не так, видимо. А она не разговаривает, она разговор не идет. Хотя я знаю, что вот если поговорить, ей бы легче стало. Может быть, мы нашли какой-то, если там, какое-то понимание чего-то. Угу. Наталья, я задам вопрос. Да? Задам вопрос. Если вы посчитаете, что не хотите на него отвечать, то ваше право. Вы сказали, что дочь вам, ну, тоже сказала, предъявила, как-то вы ее не так воспитывали. И вы говорите, да, было вот, ну, что-то было не так. А вот что вы, не знаю, для себя обнаружили, что вы делали не так, когда были мамой подрастающей девочкой или маленькой? Вы знаете, как я всегда мягко старалась с ними, то есть защитить. Папа обижал детей, я вставала на защиту. И вот в этом она мне и предъявила как-то претензию, что я не хочу быть такой мягкой и такой вот это. Да, то есть поэтому она жесткость показывает. И ребенка, она считает, что закаляет. Угу. Угу. То есть получается некое такое вот антитез, такое противопоставление. Да, даже из ряда получается у нас на этот вопрос. Угу. Да, спасибо, Наталья, за вопрос. Спасибо, Наталья, за звонок, за присоединение к нашей беседе. Мы сейчас вот с Алексеем попробуем как-то в этой теме тоже побыть, пообсуждать. Спасибо. Ну да, вот такой вопрос уже трех поколений, бабушки, дочери и ее дочери. Вот. И такой вопрос обвинений. Но сложность вопроса в том, что, конечно, мы имеем одну точку зрения, мы обычно ее имеем, одну точку зрения. Человек приходит один, редко с своим родителем. Вот. И я в первую очередь сейчас задумчив, потому что на поверхности Наталья, ну, много что сказала, как-то описала ситуацию. А предмет разногласий, да, между Натальей и ее дочерью, ну, пока, возможно, ну, мне неизвестен, да. То есть явно есть какое-то претензии, да, есть какая-то обида. Наталья об этом говорит. Дочь обижена. На что именно? Ваш вопрос, Елена, а что вы делали не так? Да, я полагаю, что если давать себе самоотчет в отношениях со своим ребенком, можно сказать, что в определенном смысле, что каждый день ты делаешь что-то не так. Не так посмотрел, не так с каких позиций, с каких-то идеалистических позиций. Есть какая-то кодекс строителя счастливой семьи, родителя, который делает все правильно, не знаю, рано встает или что, он должен все готовить или он должен выслушать. Ну, то есть понимаете, о чем я говорю? Я понимаю, когда я задавала вопрос, у меня вот не было какой-то определенной картинки, да, в рамках какой парадигмы, каких правил, кодексов и прочее там Наталья думает. Поэтому я спросила, она сказала, что да, что-то я вот делала не так. И поэтому попросила ее пояснить в ее понимании, о чем речь. И понимание родителя о том, что он делал не так и понимание ребенка, это обычно и чаще всего совсем разные вещи. Родители иногда помнят что-то одно, что, возможно, они несут через свою жизнь, думая, что это самое нехорошее их вложение в ребенка. Ну, вот даже из истории Натальи, да, из тех нескольких моментов, которые она писала, то есть она дочь воспитывала мягко, если мы берем вот только конкретно вот эти слова, а почему-то для дочери вот эта мамина мягкость, она вот была, ну, не знаю, какой-то не такой, да, или не тем, в чем она нуждалась. И теперь она свою дочь воспитывает жестко, мягко, жестко такие категории странные, конечно, когда мы говорим про отношения между людьми. Я думаю, проблема здесь для меня, по крайней мере, что мы имеем фантазию сформулированную или фантазию, присоединенную к другой фантазии. Что имеет в виду дочь, когда говорит о мягкости Натальи, как Наталья понимает, о какой мягкости идет речь. В противостоянии с отцом нужно было отвечать жестче. Ну, то есть это все, как это сказать, это все может быть... Может быть, это вот только поверхность, да, а там... Да, это все может быть названо какими-то словами, но здесь важные, кажется, не слова, не то, каким именно образом описывается, да. Да, если Елена, дочь Натальи, говорит, что ты была мягкой, а теперь я буду жесткой, и она ведет себя в отношении своей дочери жестко, значит ли это, что она так же хотела бы, чтобы ее мама Наташа, Наталья, вела себя в детстве с ней так же, ну, не знаю, там, ругалась-то? Как это в голове у Елены, мы не знаем об этом, да. Исходя из каких соображений она таким образом поступает, мы тоже не знаем. Фантазия о том, что... ну, или фраза Натальи о том, что мы, к сожалению, вот там не можем разделиться, она тоже прозвучала очень интересно, как будто в этом тоже есть какой-то важный момент, осознаваемый, по крайней мере, Натальей, да. Возможно, здесь играют роль совсем, возможно, совсем другие факторы, не то, что кто-то каким-то был в детстве, то есть, грубо говоря, поведение Елены в отношении дочери определяется не только детством, но и текущей ситуацией. У нас звонок, Алексей. Да. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Марина Михайловна. Очень часто смотрю вашу передачу. Спасибо. Спасибо. К сожалению, пока прослушаю, заканчивается передача, но у меня вопрос на многом середине, я думаю, что не по психологии, скорее, точнее, по психиатрии именно. Давайте попробуем. У нас молодого человека в воздействии стоит в полдесяти лет, это же зафигнее, параноидальное. Много проблем, мы за сетей будем испытываем. Хочется узнать, какие новые препараты есть в этом, как бы, для лечения. Что вообще делать для таких людей, которые, ну, я так понимаю, есть и лебедиционных центров. И ничего-то такого, что, ну, для этих молодых людей, которые, ну, впечатление, попали в 20 лет, он у нас переболел в текущей ситуации. Пропадаете. А, ну как тут? Да-да-да, 20 лет переболел чем-то и дальше не смешно. Да, это от сложной формы, да, вот, лету, вот, у нас пошли облажнения. Ага, ага. В течение мы, да, мы, наверное, побывали на нашей клинике. Хорошего там нам не сделали, у нас было где-то судно, терапия. А потом мы даже в Москву попадали, пытались, там, какие-то, ну, лечения проходить в частных клиниках. Чаще, ну, как бы, ну, ничего не может, он не может ни работать, ни, что говорится, ни, не то, что предъявки отказались. Вот такие проблемы, что делается для таких вот людей, которые действительно уже с такими задуманиями, как вот их помогать? Пока вы не положили трубку, я прошу вас сформулировать, что делается для таких людей, что могло бы делаться, или каковы, то есть тут можно бы, можно два вопроса поставить. Я готов на оба попробовать ответить, что можно было бы делать, и что, ну, на что есть ресурсы, грубо говоря. Хотелось бы, как бы, как помочь, чтобы отворачивали друзья, как говорится, третки, как только слышится это вот название, вы понимаете, как у нас относится к случаю? Понимаю, да. Спасибо вам за вопрос. Вот это вот намного серьезнее, чем, я считаю, что многие другие вопросы. Спасибо большое. Спасибо. Да, ну, по поводу намного серьезней, конечно, всегда, наверное, серьезные проблемы у тех, кто в них погружен, и тут сравнивать, ну, мне кажется, не сильно корректно, да. У нас немного времени, Алексей, до конца программы. Да, коротко, ну, может быть, какой-то мостик будет следующий. Про препараты мы... Про препараты я не скажу, может быть, это не тот формат, отправляю к психиатрам, к участковым, поскольку я психотерапевт, я просто как в качестве задела могу сказать, что люди с таким диагнозом очень иногда очень хорошо откликаются на психотерапию, специфическую психотерапию, да, специфическую. Я имею в виду со специалистами, которые знают, как работать с такого рода нарушениями. Эта психотерапия обычно длительная, это психотерапия ресурсоемкая, в ней обычно участвует не один специалист, а целая команда. Об этом тоже, может быть, поговорим в следующий раз. Но это действительно, я отвечаю на вопрос звонящий, это действительно, может быть, то, что сейчас бурно развивается совместно с медикаментозной терапией, это вот такая социологическая помощь и реабилитационная помощь, и психотерапия. Вот мы сможем об этом поговорить, но знаю, что и в России это делается, и есть замечательные специалисты, которые разрабатывают, скажем так, методические рекомендации в рамках этой помощи. То есть идея, я так сейчас, может быть, как функционер больше отвечаю, если говорить о психотерапии, идея в том, что длительное время шизофрения была стигматизирующим расстройством, заболеванием, то, о чем наша зрительница тоже сказала. То есть те, у кого этот диагноз, это практически как клеймо какой-то, шизофреник, да. Вот, но вот 20 век, середина 20 века, вторая половина показала, что с этими людьми, с этими пациентами можно разговаривать, продуктивно разговаривать, и эти разговоры не бесполезны. Ну, по сути, если это длительное, то это сопровождение в режиме реального времени, да, жизни человека, который со своим диагнозом учится адаптироваться в жизни, выстраивать отношения. И учится адаптироваться, и находит специалистов, людей, которые могут его понимать. Это очень важно, потому что много людей его не понимает, в том числе с его болезнью. Спасибо, Алексей, за сегодняшнюю программу, за сегодняшнюю беседу. Спасибо нашим телезрителям за звонки. Возможно, мы в следующей нашей передаче продолжим. А мы с этого начнем с помощью. Спасибо вам, всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова